всем добрый день это как раз тот самый обзор который я давно уже даже не обзор видео блог который давно обещал сделать на трехлетие автомобиле volkswagen polo когда он пройдет 100000 километров вот мы сегодня готовим пепси кулу отмечать в дороге это замечательное событие вот наш одометр то есть вот сегодня это произойдет дай бог сейчас мы ползем по мкаду во время 824 показывает мне пробка 7 минут два с половиной километра и не врет действительно пробка мы действительно еле едем там сейчас скоро окажется пищит нам хвост сейчас посмотрим кто там едет да точно точно скоро и пытаемся пропустить самое печальное что я смотрю я смотрю на навигатор а там на навигаторе не ничего и нету как бы то есть вот пробку создают люди вот ничего нету не дтп нету ничего вот она раз и заканчивается то есть вот достаточно мы вчера с таксистом ехали беседовали по москве такой парень гость из южных стран не очень как бы не такая даже речь хорошая но очень хороший парень кстати очень порядочные молодые вот и очень будет аккуратно то есть не все и гости плохие и вот он рассказывал что достаточно одного-двух человек мы с ним обсуждали это чтобы создать пробку вообще такой проблема на дороге я знаю некоторых людей которые говорят мы это делаем специально женщин некоторых но я не знаю машина пошутила я специально создаю пробку и смотрю как все ругаются просто чё этот человек понесет какой как на востоке говорят карму собирая вот этот людской гнев на себя я считаю точно опасное развлечение опаснее чем с парашютом прыгать делать гадости людям но это совсем другая тема сегодня у нас про volkswagen и это будет один из самых скучных обзоров ну что ждем ждем скоро я вернусь к вам просто к вопросу как возникают пробки вот вот наш ряд идет машина в машину вот те ряды идут машина в машину а вот здесь у них между машинами сейчас они поджались чуть-чуть а то было по 100 метров у них по 50 метров один едет тупит другой тупит в эти 50 метров могли не знаю пять машин встать еще вот так возникают пробки то есть один едет не спешит другой едет не спешит у них там вот опять сзади опять вот такенный промежуток вот он едет вот он оставляет вот у меня промежуток появляется я сейчас сразу выбираю стараясь плотненько теперь он скорость небольшая 60-65 можно это себе позволить ехать с дистанции с не очень большим вот вообще на метров 200 вообще промежуток вот чё спрашивается ну ладно когда это правый ряд а когда в левом ряду такая же ерунда вот они по 100 метров оставляют вот отсюда начинается начало пробок один тупанул скорость пропускная способность ряда уменьшается сразу на то количество машин которые не встают между вот этими промежутками а все это в процентном соотношении очень быстро в прогрессии превращается и начинается пробочка но если ты не опытный водитель но ты можешь ехать по правому ряду на хрена тебе лезть в средний или в левый особенно на хрена туда лезть вот опять вот 200 метров наверно не меньше никак вот я щас в клининце сюда вот из-за этого все это начинается один потупил другой не спешит в левый ряд встал а сзади поток начинает пихаться сейчас вот у нас одометр подходит волшебному значение 100 тысяч я думаю что мы уже выйдем на не думаю уверен мы выйдет должны выйти на трассу и там это событие произойдет ну вот мы медленно но верно подходим к заветной цифре я сейчас очень коротко пока буду рассказывать о машине наверно цифры мы этот влог закончим как раз совершим значит приобрел я автомобиль как уже говорил в декабре 2016 года практически в семнадцатом году у меня еще без глонасса и вот значит приобрел эту машину в автосалоне за 612 тысяч комплектация all-star движок я специально выбирал 90 лошадиных сил чтобы был меньше налог потому что движок 110 лошадиных сил он такой же только там на четырех или пяти тысяч оборотов у него там момент другой но в общем принц тот же движок другая прошивка а на этом налог меньше машина взял на механике чтобы не терять квалификацию хотя в принципе я считаю что уже пора всем ездить на автомате но не так она меньше чуть расходу это но не так чтобы глобально вчера я по москве катался в ногу на в синяк отсадил сцепление нажимать хотя я половину своей автомобильной карьеры проверим стажа своего отъездил на механике половину на автомате то есть ей на том и на том себя нормально чувствую значит что было с машиной ничего с ней не было это один из самых скучных обзоров наверное будет потому что в принципе машина себя показала очень хорошо и несмотря на то что говорят что там русская сборка фигня все это вот ну я почти вот 100 тысяч уже прошел где-то примерно 30 тысяч их есть тоже обзорчик в плейлисте посмотрите кому интересно точно у меня застучали стойки стабили стойка стабилизатора 1 я приехал к дилеру мне поменяли обе по гарантии сказали больше такого не повторится был конструктивный недостаток у тех стоек еще мне поменяли буксировочный крюк сами по инициативе салона ну типа и устранили там какой-то заводской дефект на нем то есть другой крюк я его даже не видела него сами там вынули поменяли акции оставили ну вот наверно все но чуть заскрепили у меня двери там на окочках они иногда скрипят но как бы ну пофиг черед машина бюджетного класса сейчас такой комплектации all star нет есть какая-то другая стоит она под миллион я ческать не узнавал у меня мульти руль как я уже говорил механическая коробка к черешку дергаю вот такая мультисистема стоит меня устраивает я постараюсь не слушать машине здесь у нас как я уже говорил электрорегулировка зеркал с подогревом и складыванием на все четыре двери стеклоподъемник в принципе все а че еще надо что еще подогрева сиденье в нету но я не скажу что прям уже так прям мерзну радикулит вроде мне он бывает когда хочет что подогревом все равно срабатывать не мгновенно своей спиной нагреваешь потом уже греешься про кресло говорят что кресло неудобно это мне все удобно тоже спина как бы не самая здоровая мне все удобно я езжу спокойно на дальняк пробег машины 50 на 50 из 50 процентов я езжу по трассе 50 процентов по городу резина норманд которую мне дали зимняя шипованная в салоне как бы условно говоря в подарок да ну с машины далее она очень хорошая вот я уже наверное какой сезон ну вот уже вот 4 сезона три года я поставил и правда единственное в этом сезоне поставил задний на перед там как бы больше шипов сохранилось но на передних тоже шипов там 70 процентов сохранилось несмотря на то что езжу достаточно интенсивно я считаю что на машины такого класса нужно ставить шипованную резину потому что она легкая достаточно на джипы там можно ставить липучку я ставила липучку а на такую надо ставить шиповку а что касается расхода масла расход масла у нас был с самого начала приближаемся был самого начала расход масла прям будет держать камеру на одометре и он составлял примерно 1 литр на 15 тысяч километров а мне все говорили что он уменьшится и он действительно чуть чуть уменьшился я не могу сказать точно уменьшится чуть-чуть меньше литра она жрет у нас в нашем стереотипном мышлении расход масла обычно связано с ну что дорогие друзья я считаю что 100000 пройдено и за это нужно выпить пепси колы за ваше здоровье за ваше здоровье пепси кола в пути это почти как коньяк сейчас я выпью плавши у меня руки санит и камеры вот за ваше здоровье за безопасную езду на дорогах без аварийного у вас и у меня за то чтобы мы покупали машины которые приносят нам радость и не приносит и приносит минимум хлопот и так volkswagen polo all-star 90 сил механика три года езды 100000 пройдено полет успешный ничего не ломалось всех обнимаю всех обнимаю желаю всем счастья оставайтесь с нами буду рассказывать что будет с машиной дальше обычно когда машина проходит 100 тысяч я ее продаю я не жду когда он начнет сыпаться как бы я просто продаю покупаю новую но сейчас как бы финансовой ситуации этого не позволяет сделать пока к сожалению вот поэтому посмотрим что дальше будет может быть я так поступлю обо всем буду рассказывать вам всем спасибо кто пришел написал добрые комментарии я все естественно читаю всех обнимаю удачи до свидания я все-таки хочу добавить про расход масла расход масла сновья что называется все готово то что это за машина что такое литр или пол литра на 15 тысяч по деньгам это ж мелочи вот просто в нашем стереотипном мышлении расход масла автомобиля связан как правило с критическим износом двигателя в этой машине ситуация иная расход масла это конструктивная особенность двигателя строение поршня как мне говорили что через какое-то время эксплуатации этот расход уменьшится и как ни странно он действительно уменьшится в автосалоне это объясняет совершенно глупостью как мне кажется что типа притерлась там хонинговалась поверхность ну послушайте если поверхность протирается металла становится меньше как расход может стать меньше от это что за ерунда ну притираем металл но его же меньше становится то есть получает зазор должен еще больше стать я предполагаю что он просто что-то закоксовалась не знаю придурок-то на форе боже мой вроде профессионал поджимать стал меня вот и поэтому расход действительно стал меньше я не знаю как это объяснить многие говорят что нужно перейти на другое масло я пока не перешел значит еще хочу сказать такой момент до 60 тысяч я проходил ты у дилера потом они мне назвали за следующее то такую сумму мне просто не было я может быть тоже на это пошел просто мне не было вы подумал ну вас на хрен и пошел сам поменял масло и так я начал менять масло не раз в 15 раз в 10 тысяч вот что касается текущих по идее конечно я 40 тысяч на свечах проехал они столько не должны ходить вот надо поменять свечи срочно надо поменять бензиновый фильтр следите за этим бензиновый фильтр нужно менять тоже раз 15 тысяч вот и нужно поменять фильтр салона масляный фильтр меняется при замене масла еще как бы нужно делать регламент по ремням навесного оборудования его сделал на 60 тысяч но многие говорят что не обязательно колодки передние я поменял где-то на 70 тысяч хотя на автомате я ездил по 90 а здесь механика не знаю почему они так износились и задние у меня еще стоят родные как мне сказали да там не так много осталось но такие колодки у этой машины ходят по 120 тысяч грм здесь не цепь ремень за этим нужно тоже следить но по рекламенту замена грм если я не ошибаюсь на 120 тысяч я думаю что в ближайшее время я посмотрю на состояние ремня хотя по рекламенту мне еще 20 тысяч можно кататься ну вот в принципе и все я езжу на родной резине из которой машину покупал у меня были некоторые там проблемки на дороге этом попалась мне леса и пришлось мне менять радиатор и поставил китайский причем бампер остался цел и радиатор кондиционер остался цел при столкновении с лесу и на скорости 90 который просто сидела на дороге он даже не бежала вот об этом есть отдельные ролики из интересно посмотрите там во что стал ремонт как это все делалось вот этот фрагмент с регистратора где леса бросается под бампер в общем машина я доволен и все эти намеки что русская сборка вальсваген там так себе они все оказались мимо кассы то есть машина за 100 тысяч себя проявила очень хорошо за эти деньги очень хорошо вот штука что я не могу отнести концерна вальсваген который ни на одно из моих писем не ответил вообще ничего а люди хотели собраться там написано в комментариях выпить водки я думаю что люди хотели собраться пообщаться машине я предложил провести эту промо акцию или как-то сотрудничать с вальсвагеном а на что просто они меня даже не послали они просто проигнорировали все письма и звонки вообще все абсолютно проигнорировали но отношение к своим клиентам в вальсвагене в россии такое как вообще отношение в россии к людям ничего удивительного но в остальном я собрал очень много друзей на канале благодаря этому случайно сделанному ролику случайно я как бы не собирался вообще просто для себя там для своих каких-то знакомых снял какую машину купил этот ролик попер пришло очень много людей и пришло много хороших и добрых я желаю всем счастья удачи безопасной езды всего вам самого доброго оставайтесь с нами я буду рассказывать что будет с машиной дальше до связи